Как у тебя вообще поэтапность в большей степени устроена? Ты сидишь, у тебя все хорошо. Когда случился вот этот переломный момент... Правообладатель сказал, идите... Давай так, сколько ты вот заработал за весь период? Я сидел просто типа на кучу денег. Часто работал с саунд-дизайнерами. В России не умеют делать саунд-дизайн. Меня, конечно, впечатлило. Ну что, поехали! Всем привет, мои дорогие друзья! Это второй выпуск моего подкаста Booster Sound Podcast. И сегодня у нас в гостях крутейший, просто талантливый человек Тигран Папазян. Мы с тобой, Тигран, даже как-то, я помню, пересекались и по работе. И в целом вообще я очень давно тебя знаю, знаком с твоим творчеством. Знаком с творчеством твоим как композитора, который писал на стоке. И потом я в дальнейшем узнал, что ты еще и как-то связан тесно с голливудскими фильмами. И вот это меня, конечно, впечатлило в свое время как-то. Да, твой подход, твое креативное видение и вообще твое творческое мышление именно в написании музыки. Потому что я натыкался также на твой курс. Ну, в общем, не буду тебя сильно сейчас хвалить. Просто расскажем для наших подписчиков, слушателей, кто смотрит меня. Немножечко про тебя я расскажу, что ты в целом крутой чувак, который звучит в Сонике. Потом где там еще, в Рэмпейже вот я где-то находил, да? Я пытался вспомнить, где я звучу вчера, пытался вспомнить. И, блин, я только Спайдермена вспомнил. Потому что Спайдермена — это такой, ну, типа, Майлстоун прямо из трейлеров. Мультик Спайдермена. Ну, хорошо, отлично. Тигран, рад, что ты согласился пообщаться. Я тоже, да. Поделиться своим, да, своим творчеством, своим, в смысле, опытом, да, поделиться какими-то интересными мыслями. Я постараюсь сегодня интересненькие вопросы тебе позадавать. Но в целом хотел бы для начала, чтобы ты, да, немножко представился, рассказал про себя. Вот, чтобы больше как-то у нас понимания было, кто у нас в гостях. Вот, и дальше двинемся по списочку, больше знакомиться будем и больше поднимать интересных тем. Мне прям подробно расписать или так по-быстрому пройтись по основной точке? Нет, давай каратенечко, каратенечко, да. Я понял. Слушайте, ребят. Давайте помогу вообще. Извини, что перебиваю. С чего вообще началось твое творчество музыкальное? Вот как-то буду тебя тогда направлять. С чего ты начал вообще? Тебе сейчас сколько, да? С чего ты начал? Как ты двигался? Я потом затрону большую тему, да, именно связанную со стоками, да. Но в целом хотелось бы много-много каких-то отдельных тем еще затронуть, чтобы узнать тебя поближе. Вот, но для начала, да, давай с музыки, потому что у нас тема-то, в принципе, вся околозвуковая, самодизайнерско-музыкальная. И ребята у нас здесь такие же, вот. Давай, давай, давай. Для них будет интересно. Да, ну тогда с чего все началось? Да, как обычно, наверное, у всех подростков начинаешь играться с легкими программами, типа AJ, потом переходишь на более тяжелые какие-то виды зависимости, типа FL Studio, ковыряешь Cubase, там, то, все, пятое, десятое. Пытаешься повторить стили, которые тебя больше всего интересуют, когда ты молодой, там, всякие движниковые стили, типа Drum'n'Bass'а, транса, какого-нибудь хаос-музыки. Вот, потом пытаешься организовать какой-то более-менее работающий проект, как в моем случае, у меня был проект в детстве, назывался Off-Date, где я издавал всякую вот такую вот двигательную электронику на винилах, там, на каких-то не очень сомнительных лейблах, все это издавалось, даже попадало в какие-то компиляции, типа, к Полу Ван Дайку я попал, я помню, когда мне было лет... Короче, у тебя с электроники началось все. Да, у меня все с электроники, все с танцевальной электроники даже больше. Вот, и все это постепенно перетекло в такой более лайф-проект, когда я играл с группой, у меня был проект Combiner, мы играли такой, типа, полурейф, полурок, полухер пойми что. Вот, потом появилась семья, пришлось свои приоритеты переставить, немножечко появились стоки, после того, как стоки принесли определенную выгоду, определенный успех, появилось понимание того, что нельзя задерживаться на стоках, а то, ну, типа, можно в болоте увязнуть просто, как профессионал, появились трейлеры, а потом, когда уже чувствовалось, что трейлеры задолбали, в печенках сидят, и вообще, в принципе, типа, следующий шаг для того, чтобы развиваться как профессионал, он слишком здоровый, ну, типа, слишком большое усилие надо приложить, и постоянно работать в музыке, я уже подумал насчет того, чтобы организовать бизнес какой-то. Вот об этом попозже, подожди, не торопись. Да, 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 не, я тебе просто рассказываю, я тебе просто рассказываю свой путь, как бы, все, я понял. Чик-чик-чик-чик. Да, да, нет, все правильно. И вот, как бы, сейчас мне 33 года, сейчас 33 года мне, и вот мы сейчас с тобой в дискорде. Круто, круто, блин, мы с тобой почти одного возраста. Да, да, слушай, ну да, ты уже прям поднял все-все-все такие похожие прям, ну, как у многих ребят, да, музыкальный вот этот путь, но, тем не менее, конечно, вот сколько я вот общаюсь с ребятами разными, всегда понимаю, насколько, конечно, уникальные истории у всех вот именно карьерного роста. Да, понятное дело, у кого-то получается, у кого-то нет, но все же вот эти тернистые дорожки, конечно, вот иногда послушаешь истории. Вот у тебя, да, вот ты затронул, круто, как раз поднял, самое основное у тебя получается вот этот буст пошел, когда ты познакомился со стоками, правильно? Ты сделал сток аудиопицца, так называемый, который, соответственно, взорвал все чарты, да, там, в какой-то определенный период, и денежки начали капать, и ты такой понял, наверное, что вот, наконец-то те самые треки начали стрелять. Я понял, что ты упустил, пропустил немножко период этот, когда ты писал, 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 потом резко вот так вот, да, как-то начал на стоке писать, или как ты плавно подошел, как ты познакомился. Давай немножко про аудиопиццу расскажешь, историю, и вообще, ну, я поспрашиваю, да, потом конкрет какие-то вопросы, но в целом, ты сейчас пишешь на стоке, это первый вопрос, и второй вопрос, приносит ли тебе сейчас в стоке до сих пор джангл какую-то прибыль? Ну смотри, последний загруженный трек на джангл был 6 лет назад, ну или 5, короче, или 6, или 5 лет, я загрузил последний файл, вообще, да, все, что связано со стоками, вот, и с тех пор, если мы говорим про деньги именно, то если брать именно продажи со стоков, то да, у меня, ну, до сих пор приносят какие-то деньги, но они, ну, типа, ни в какое сравнение не идут с теми деньгами, которые приносил, ну, стабильно джангл в лучшие времена, скажем. Окей, окей, хорошо, в лучшие времена, давай так, сколько ты вот заработал за весь период, если это, конечно, корректный вопрос, ну, и хотя бы как-то ответь на него, и, ну, либо, там, не знаю, на две квартиры заработал, или на сколько, может быть, я мало беру. Просто, просто, не-не-не, всегда, всегда задают, типа, вопрос конкретных денег, и на самом деле джангл очень круто поступил с тем, что добавил вот эти вот майлстоуны, иконочки, типа, когда ты чего-то достигаешь, тебе дают иконочку, чтобы, заходя в твой профиль, чуваки понимали вообще, ну, типа, кто ты есть, сколько ты на стоке, там, сколько ты заработал, и, если помнишь, если ты был на джангле... Да я и до сих пор там так же. Были такие лапы сначала. А, ну, тем более, да, как бы, и вот у меня десятая лапа. Десятая лапа, это значит, что, в общем, заработано больше полумиллиона, то есть десятая лапа, если говорить. Нормально. Но десятая лапа у меня, да, и, как бы, следующая лапа, это больше 750 тысяч. Офигеть. И, ну, типа, у меня еще нету одиннадцатой лапы, и, скорее всего, там, в ближайшие года у меня ее не будет, потому что, ну... Ну, то есть, несмотря даже на то, что сейчас, ну, ситуация со стоками не самая лучшая, то есть до сих пор продажи капают. Да, можно сказать, что именно, что капают. Но капают прилично, по идее, должны, потому что... Прилились, как бы... Ты же до сих пор где-то там в топах, нет? Нет, нет, из топов я давно вылетел. Ну, как, если мы просто прям перескочим к этой теме, типа, что такое стоки сейчас и именно аудиоджангл, то когда авторам разрешили ставить свою ценовую категорию на треке, то есть получился свободный рынок, типа, авторы сами сформировали рынок цен, то в отличие от других рынков, если говорить про видеорынок или там рынок веб-дизайна или там кода, рынок музыки очень сильно задемпинговали, короче, вот, понизили слишком цены. И вот после этого, как бы, во-первых, и продажи упали, потому что... Потому что Envato, собственно, компания, которая создала аудиоджангл и всю эту сеть стоков, она открыла отдельный вообще продукт. Ну да, элементы, вот эти все пошли. Да, да, да. Да, и это все совпало, типа, в один момент. И в итоге, как бы, мы имеем то, что имеем. Продаж на джангле мало у всех, то есть даже у топовых авторов их мало. Плюс, если мы говорим про сезонность, то сейчас, типа, самый мертвый сезон, лето, это самый мертвый сезон всегда. И, то есть, мало продаж, и трек стоит 5 долларов, когда средняя цена была на трек, то есть, буквально, там, 3-4 года назад она была 30 долларов. Ну, короче, да, стоковая история сейчас понятна. Вот я как раз хотел тебе задать в конце этот вопрос, но ты уже на него ответил. То есть, мне интересно тогда твое мнение, что вообще ждет стоки в будущем? Вот именно стоки. Ладно, с аудиоджанглом понятно, и понятно, в принципе, плюс-минус, ну, какие появляются, какие умирают. Понятно, у кого там, да, даже у кого-то появляются свои стоки. Вот, но все же, общее твое мнение, если посмотреть, ну, как вот именно юзера, прям пользователя-пользователя подобных сервисов. Вот. Я думаю, ты и так же заходил, наверное, не только на аудиоджангл, я правильно же понимаю? Ты же знаешь и про Pond5, наверное. Ну, нет, конечно, я как, ну, да, нет, я как человек, который, собственно, владеет бизнесом, который в рынке стоковой музыки, можно сказать. Я должен всех вообще конкурентов понимать, типа, в чем плюсы-минусы. И если ты говоришь именно для пользователей, ну, ты вот сейчас спрашиваешь у меня про стоковое будущее для пользователей или для музыкантов? Нет, конечно, да, именно как юзера со стороны нас, композиторов, музыкантов, да, потому что время-то обменяется, да. Да, потому что, как бы, основное изменение, которое произошло за последние несколько лет в микролицензировании, вот в этом стоковом всем, в том, чтобы появилась подписка, как бы. То есть раньше не было так сильно, не пушили эту подписку, и, например, такие стоки, как Artlist, который появился, он сильно-сильно понизил, скажем так, да, понизил планку выплат для композиторов тем, что на подписке их пользователи сидят на подписке. И плюс инвата эту всю тему подхватила, потому что рынок сильно меняется. Если мы говорим про будущее стоковой музыки именно в микролицензировании, то, ну, как для меня, то есть прям вот таких денег, как раньше заработать, типа, можно было зайти, когда рынок-рынок только формировался. Нет, точнее, он не формировался, он был, типа, он был на суперподъеме, когда была старая модель, когда все покупали сингл-лицензии. Но такого уже, понятное дело, не будет, и, понятное дело, выплаты, короче, у музыкантов будут меньше. Если мы говорим про обычные стоки, ну, типа, вот те, которые старые стоки, то есть и Elements, и Audio Jungle, и Pond 5, не дай боже, короче, и Audio Blocks какие-нибудь. То есть, если мы говорим про процент с продаж, то, конечно же, для музыкантов он будет все меньше и меньше, потому что музыкантов будет все больше и больше, конкуренция будет все больше и больше, а делиться это все будет на подписки. Да, я слышал, что... Ну, да, короче, не суперрады. Даже Artlist тот сейчас, он, когда был на подъеме, у него были куда лучше, мне знакомые мои, там, кто графикой, видеооператорством занимается, он говорит, раньше были крутые контракты, сейчас у них тоже в разы все упало, и там проценты, и роялти какие-то, то есть, ну, такие прям, потому что они набрали основную массу уже сейчас ребят. Да, ну, дело в том, что... Ну, это обычная тема для бизнеса, когда бизнес слишком вырастает, когда ты становишься, ну, супертоповым игроком, и когда у тебя контрибуторов слишком много, то, да, это обычная тема. Окей. Если мы говорим, например, стоки же не только работают по выплатам с роялти, там, и, типа, залей нам треки, получи, типа, в перспективе что-то. Стоки работают также и по контрактам выкупа треков, и выкупа, там, полных прав, неполных прав, и так далее, и тому подобное. Если мы возьмем какой-нибудь премиум бит, или... Ну, просто все эти стоки, которые премиум бит, которые закрытые стоки, которые, например, Epidemic Sound, туда, как бы, сложно попасть. Да, да, есть такое. Это вот для вновь пришедших, кто вообще не знает тему стоков, то есть у каждого стока есть своя политика, свои условия, своя модерация, и, соответственно, сейчас, ну, рынок совершенно другой, как уже вот Тигран сказал. Все это замечают, все это понимают, и, соответственно, в любое время, вот сколько я себя знаю, вспоминаю, когда я заходил, также учился там по видео Тиграна, как писать там треки, куда их выкладывать, вообще пытался понять. И уже тогда я понимал, что нужно уметь адаптироваться в нынешнее время, да, то есть и понимать вообще, как двигаться, чтобы хоть как-то попасть в это русло, да, и дальше как-то развиваться. Я бы хотел тебя дальше спросить, Тигран, знаешь, про что? Про то вот, когда случился вот этот переломный момент, то есть ты понял, что у тебя джангл попер, да, и, следовательно, соответственно, наверное, и пошли контакты налаживаться вот с зарубежными, да, компонентами. Которые занимаются дистрибьюторством фильмов, музыки к фильмам, и как-то пошел у тебя контакт. Расскажи об этом немножко, это очень интересные истории вот такие, которые дают новый виток. У тебя микрофон. Я понимаю, да, слушай, это совершенно... Если ты думаешь, что у меня появились какие-то контракты с фильм-индустрией, в индустрии трейлеров через джангл, то это, ну, типа, совершенно не так. Джангл, джангл, он не дал мне... Самое главное, что дал мне джангл, вот я сейчас думаю про это, что это даже не деньги, хотя деньги тоже немаловажная часть, это знакомство с музыкантами, вот, скажем так. То есть, благодаря джанглу, благодаря тому курсу, который я сделал, у меня появилось очень много знакомств с очень разными музыкантами, то есть, которые пишут и музыку там, и электронную, и акустическую, и синематик музыку, и любую-любую. И как бы это самое главное мое богатство вообще, которое я вынес из джангла. Но если ты говоришь, как произошел переход мой из джангла в трейлеры, то джангл мне только помог понять, что я топчусь на месте. И, то есть, вот, представь ситуацию тебе, себе, ты сидишь, у тебя все хорошо, да, вот, ты понимаешь, что, короче, завтра у меня будет зарплата такая-то, через месяц у меня будет еще зарплата такая-то, и ты такой думаешь, блин, вот, я нашел, откопал, короче, золотую жилу, работай, короче, работай вот в этой жиле, развивай свой портфолио, развивай свой бренд. Но я понимал, что развитие бренда на джангле заставит меня писать одну и ту же музыку, которая, типа, пишется для меня очень легко уже на тот момент, и не дает, типа, выйти мне за рамки какие-то. То есть, я не чувствовал удовлетворения, я не чувствовал того, что, о, я что-то новое изучаю, например, то есть, ты в своем ремесле, тебе же всегда интересно должно быть, потому что, если тебе не интересно, это превращается в рутину, это превращается уже просто в ремесло. Ну, да, да. То есть, не творчество, а ремесло именно. Причем это в любой... Да, и я вот сидел, типа, да, 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 я сидел просто, типа, на куче денег, скажем так, и, типа, все было хорошо. И тут я понял, что, типа, во-первых, ничего не вечно, то есть, не бывает такого, что джангл, типа, сколько бы я ни писал, и так и произошло, сколько бы ты ни писал, у тебя не будет всегда таких же цифр, не будет всегда таких же денег. Но это время, которое ты на месте топчешься, ты мог потратить на свое развитие. И я понял для себя, что мне надо уходить в какую-то новую индустрию, новое звучание. И я просто взял... То есть, мне всегда нравились синематики еще с джангла, когда я начал писать синематики, которые заходили на джангли. Но я, слушая... То есть, я же для себя всегда референсы какие-то нахожу, чтобы понять, как писать ту или иную музыку. И, слушая вот эти референсы, я просто понимал, типа, на каком низком уровне я нахожусь в продакшене по сравнению с теми людьми, которых я слушаю. Это, мне кажется, у всех. И я начал... Мне кажется, у всех. Вот, я начал... Да, да. Я начал потихоньку копать, типа, ага, а для чего эту музыку вообще пишут, а где она используется. И постепенно, постепенно, то есть, я вышел на всю эту систему, то есть, составил... Ну, по крайней мере, как я думал на тот момент, что я знаю, как она работает. Я нашел просто контакты нужных людей на нужном мне лейбле и в тупую написал напрямую на Facebook. Просто я написал, типа, здравствуйте, я такой-то, такой-то. Я не стал, короче, прикреплять, типа, вот у меня есть аудио-джангл, там, блин, 20 тысяч продаж, всем похер, как бы. Я просто сказал, вот, здравствуйте, я пишу синематик-музыку, как бы, послушайте, пожалуйста. И мне ответили, сказали, слушай, прикольные синематики, ответили, как бы, это совсем не то, что нам нужно, но во мне потенциал какой-то рассмотрели и дали просто задание, типа, что написать нужно. И я написал. То есть, все-таки это твоя инициатива. И те, которые я написал тогда, они, да, да, ну, конечно, в этом мире все твоя инициатива. Нет, просто видишь, если вы ждете, да. Вот ты, да, так начинаешь удивляться, на самом деле не каждый это понимает, просто некоторые думают, что, ну, то есть, помимо каких-то основной массы действий, да, то есть, там, также зайти, там, на какой-то сток, этого, типа, достаточно, дальше самого, там, типа, все пойдет. Многие заблуждаются и думают, что... Просто в этом мире, в этом мире нет ничего, что не состоит из вашей инициативы. Всем максимально похер на вас. Вообще, да, и причем... Где вы, что вы, вы сидите, вы сидите в деревне своей, в какой-нибудь, блин, четвертой точке мира и ждете какую-то фею, которая спустится? Нифига, феи надо писать на Facebook. Да, да, вот я это все обычно то же самое говорю, ну, ученикам у себя на обучении, то есть, кто приходит ко мне. Многие до сих пор, там, ну, и сомневающиеся есть, кто не верит в саунд-дизайн, даже, что саунд-дизайном не заработает. Также скажи, там, сейчас, да, что ты, там, пишешь музыку, и, грубо говоря, твой, там, трек где-то, там, в кино показывают. Не каждый сразу поймет, но, на самом деле, оказывается, для многих это удивление, что это долгий труд какой-то, и, опять же, все от каждого шага какого-то. Да, вот ты правильно заметил, круто, что вот эти все события, да, наш, там, путь вот этот, он как раз и подсказывает следующие шаги, что мы должны сделать, чтобы действительно как-то не стоять на месте, а расти. Вот все то же самое, да, я, в принципе, и, на самом деле, испытывал, когда даже вот смотрел, как ты, там, пишешь музыку, я помню, такой, думаю, блин, вот, ну, куда я сейчас щемлюсь, да, там, писать музыку? Я, там, на своей, там, гитаре, там, отыграл, там, где-то 3-4 концерта, грубо говоря, да, ну, и, там, может, кому-то, там, где-то какую-то музыку написал. Куда я щемлюсь, там, писать? Ну, ладно, пробовал, там, писал что-то, там, какую-то оркеструктуровку, но понял, что больше получается то, что умею, да, получше. И что ты думаешь, так же начал пихать свою музыку просто в рекламные ролики, где делал звук им, ну, то есть клиентам, да, саунд-дизайн сделал, говорю, а давайте я вам напишу, я умею, блин, я знаю, что здесь вот эта музыка ляжет. Конечно, так же по референсам берешь, максимально оттачиваешь вот эту практику именно повтора, да, именно плагиата, как бы это ни звучало, но уже свое что-то накладываешь, ты, я думаю, понимаешь меня, да и многие понимают. Ну вот, и тем не менее, как-то что-то получается и выливается в что-то серьезное, вот как у тебя в данном случае от твоих действий пошло поперло. Круто, слушай, но у тебя дальше действие, деятельность твоя продолжается, я правильно же понимаю, что до сих пор пишешь музыку или уже сейчас ты исключительно, вот, перешел на бизнес уровень, да, то есть расскажем нашим слушателям, что у тебя, соответственно, Next Level — это твой аудиосток, это TuneTank, который ты создал буквально там, ну, можно сказать, что он молодой, да, аудиосток, если сравнивать с другими там какими-то, да, вновь появившимися тоже, то есть и следовательно сейчас ты исключительно занимаешься только этой деятельностью, правильно я понимаю, или еще есть что-то? Слушай, ну, я тебе скажу так, что TuneTank, если прям с самого начала, с самого основания брать, то TuneTank уже больше шести лет, вот. А вообще, да, я, наверное, как бы молодой, я ошибся, да, наверное. Он молодой из-за того, что он начал, он начал, он начал только, можно сказать, недавно работать в нормальную силу, в силу, которая меня удовлетворяет, и в силу такую, что я могу полностью сконцентрироваться. А до этого, как бы, вот эти все шесть лет я писал треки для трейлеров, кастом-заказы, то есть это никуда не делось, лишь потому, что, ну, деньги же надо брать откуда? Конечно, конечно. Когда у тебя, чем больше ты задумываешь, тем больше тебе нужно средств на все это. А средства единственное, типа, откуда я мог брать, это свое творчество, скажем так. Понял. Своя работа, вот эта музыкальная. Но если возвращаться к вопросу, пишу ли я музыку до сих пор, я уже где-то месяцев семь не писал вообще нифига. Ничего вообще не писал. Я только мастерил, я только мастерил, вот, можно сказать, недавно совсем. Короче, ты вошел в режим отдыха, такого, да, творческого каникул? Нет, если бы это можно было назвать отдыхом, я как бы как конь тут просто занимаюсь всеми делами, которые по тюн-танку, и я просто даже не могу позволить себе сконцентрироваться на том, чтобы типа сесть там, что-то в секвенсоре, там, начать паттерны двигать, короче, ну его нахер, как бы. Если все знают, что такое творческий процесс, но когда тебя тюкают там постоянно по каким-то бизнес-делам, ну, это не творческий процесс, я считаю. Есть такое. Слушай, ну, окей, хорошо, в любом случае перейдем попозже, да, к твоему стоку. Я бы хотел немножко еще, чтобы ты рассказал, ну, какие-то интересные проекты, потому что, ну, согласись, это не такая прям частая практика, когда ты общаешься с человеком, чья музыка звучит, ну, в крутых фильмах. Это, я думаю, хотел бы такого результата в своей карьере. Многие ребята, да, кто пишет музыку. Но вот хотелось бы услышать какие-то истории, может быть, не знаю, если есть, конечно, когда ты, не знаю, факапы, может быть, случайно. Потому что у меня таких полно хватало, когда, допустим, там даже мои знакомые ребята ездили, там писали суперфутажи, там, да, для какой-то супердорогой одежды итальянской. Вроде все сделали, и музыку там и писали, а потом получается, выясняется, что все не то, все хуйня, давай переделываем. И в итоге вообще ролик выходит там совершенно другой, без оплаты, еще и без нашей работы. И ты такой, ого, а ты полгода, грубо говоря, работал. Да, и такие бывают. Ну, то есть, я понял. Да, может быть, у тебя что-то такое. Не обязательно с факапов, лучше, конечно, что-нибудь позитивненько, интересненького, веселенького, но если есть. Интересно. Не, ну, как хочешь, я могу тебе рассказать, без имен прям, если говорить про факапы, то... Да все факапы абсолютно связаны с российской индустрией, скажем. То есть, если брать американские какие-то заказы и вообще работу с американцами, с европейцами, то у них все более структурировано. Тут как бы на... В фильм-бизнесе «Абсолютно дикий запад» никто ничего не понимает. Постоянно какая-то новая херня. И если говорить про факапы, то... Ну, обычно факапы, например, вот один из факапов у меня был. Я написал, ну, я написал кастом трек для русского фильма, не буду говорить какого. Вот, все уже, короче, расписал, всю фигню. Все круто, все понравилось. Продюсерам все понравилось, то есть, тестовые прошли прекрасно, все вообще, все отлично, короче, давай берем. И в последний момент, то есть, остается, короче, до сдачи трейлера, там, я не знаю, два дня, например. То есть, до сдачи это уже, типа, надо его... Его же надо свести, его надо, там, покрасить. Его надо свести по звуку, короче, все сделать. То есть, это... Работы как минимум два дня тоже еще. И мне просто пишут... Слушай, Тигран, вот песню, которую мы обрабатывали, правообладатель сказал, идите нахер, короче, я вообще ни за какие бабки вам не отдам свою песню. И я такой говорю, типа, подождите, а то есть, не было договоренности до того, как я начал работать, что тебе все права на песню были... Подожди, давай, давай уточним. Тебе предложили передать все права, или подожди, какая-то песня уже была в фильме, с которой ты работал? Не, 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 смотри, вот есть какая-то... Вот смотри, есть, да, есть популярная песня, какая-нибудь старая, новая, пох... Надо из нее сделать трейлерную версию. Все, я понял. Да, и для того, чтобы сделать трейлерную версию, то есть до того... Конечно, да, права нужно... Надо, чтобы все юридически, юридически все было, типа, подковано. И мне говорят... И мне говорят... Слушай, Тигран, типа, мы с правами на эту песню, но есть другая песня, короче. Можешь подставить, вот, подставить, короче, под тот трек, который ты уже сделал, вот эту песню. А она вообще, типа, в другом ключе, в другом ритме, короче, во всем, во всем другом. Я говорю, блин, это Тигран, короче. И... Да, и просто... И я это сделал, то есть, типа, на этом моменте я обычно, короче, обычно я говорю, идите нахер, короче, вставляйте там стоковую музыку или вставляйте там, я не знаю, пусть ваш брат, там, ваш зять напишет музыку, короче, все, вперед. Но я не хотел подставлять человека, с которым я работаю, и я просто, типа, там, на последних соплях нахер все вытащил, там, все переделал за вот это, то есть, целый день сидел там, все передвигал. И, да, в итоге, как бы все хорошо. Я понял ты. Ну, да, таких... Вот, это один из факапов. И после... Понимаешь, факапы тебя закаляют, потому что вот после этого первый вопрос, когда я делаю какие-либо песни, типа, все ли чисто по правам? Типа, сто процентов все ли чисто по правам? Ну, конечно, ты уже опытом научен по-любому. Ну, да, таких моментов хватает, конечно. Мы вот на этих историях, в принципе, и учимся. Потому что бывает, да, и вчера нужно сделать, и бывает, и 200 тысяч правок, хотя, блин, суперпростая какая-то история, да, и... Ну, чего только не бывает. Слушай, а вот ты говоришь, там, за последний момент, там, по звуку и так далее, а ты работал, часто работал с саунд-дизайнерами или вот с конкретными целыми трейлерами, когда вы в команде работали над проектом, к примеру, связка у тебя частенько была с саунд-дизайнером? Я не помню, работали мы с тобой проектом. По-моему, что-то делали, а может, и не делали. Ну, в целом, вообще, как ты относишься к саунд-дизайнерам и работал ли? Это очень важная тема, потому что, например, в России, вот именно на русском рынке, не умеют делать саунд-дизайн вот именно трейлеров. То есть, если ты... То есть, обычно, как это происходит? Когда есть трейлер, собранный, например, в Америке, там, или где-нибудь еще, там отдельная фирма занимается только сборкой трейлера. То есть, им дают дорожку, им дают видеоряд, им дают дорожку с музыкой, им дают дорожку с SFX. И они все это в колбасу собирают такую, что, типа, оно все звучит органично. Если говорить про российский рынок, то тут хорошо, я бы так сказал, тут хорошо, если я эту колбасу предоставлю. Уже с какими-то саунд-дизайновскими элементами. То есть, если брать какие-нибудь российские трейлеры, то лучше, по крайней мере, то, что звучало, короче, жирно, это то, что я делал вместе, короче, с проектом. Когда ты в сам проект уже с мастер-шиной, со всей этими днём добавляешь саунд-дизайновские вещи, которые там, которые хорошо органично вписываются, там, продавливают все, чтобы все звучало жирно. Обычно просто, типа, как это происходит? Музыку, блин, минус три, и сверху ходят, короче, саунд-дизайновские это все, и вообще все прекрасно. И весь трейлер, и весь трейлер пи***ят просто. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну да. Слушай, так а это ты вот оцениваешь это после того, как уже тебе прилетает финалочка со звуком или с музыкой? Как у тебя вообще поэтапность в большей степени устроена? То есть сначала тебе прилетает драфт без музыки, без звука, или ты уже на финале в основном музыку пишешь? Или вообще это может быть в команде с продакшеном происходит? Потому что у меня по-разному, я не знаю, как у них выстрелы. Смотри, я понимаю, это самый распространенный вопрос, потому что все отвечают на него неправильно. Я вообще ничего не вижу. Вообще ничего. Понимаешь, мне... Это ладно, если мне говорят... Например, если мы работаем, например, с какими-нибудь... То есть ты работаешь с техническим заданием, что ли, просто? Да, я даже не просто... Да, это с техническим, можно сказать, заданием я работаю. Но, например, с российскими заказчиками я еще могу, например, знать... Я могу знать фильм, я могу знать какие-то отдельные... Ну то есть я могу не то, что сюжет знать, но какие-то поинты, короче, знать, чтобы понимать, как фильм окрашивается в принципе. Если ты работаешь, если ты пишешь, например, кастом для трейлера американского, то в лучшем случае ты знаешь тайтл, типа, под что это пишется. Если, например, тебе заказывают, что надо внедрить какую-нибудь тему в сам трейлер, например, какого-нибудь Соника, да, того же самого, Сониковскую тему надо внедрить, то ты понимаешь примерно, что ты пишешь для Соника. Но ты не видишь ни кадров, ты не знаешь ни сюжета. То есть ты пишешь чисто вот типа вакуум. Блин, а как акценты? То есть они, следовательно, уже под музыку, получается, делают финальную. Именно. Всегда делается трейлер под музыку. Всегда. Да, да. Нету такого, что есть... Нет, есть иногда, понимаешь, это типа суперредкая фигня, когда у тебя есть какой-то видеоряд, и делается трейлер под видеоряд. Ну вот, да. Но типа... Извини, да, что приводит договорить. Типа это происходит, это происходит, это происходит только с какими-нибудь, знаешь, сверхкрупными трейлерами. Вот, например, вот... Я думаю, что можно уже, короче, сказать. У меня был... Кастомы – это постоянная тема. То есть что такое кастом? Тебе, вот, например, прилетает от твоего менеджера запрос для того, чтобы сделать музыку для Соника, для еще, или для неназванного фильма какого-то здорового. Но помимо тебя прилетают еще 50 таким же композиторов. И мне один просто... В один момент прилетел запрос на дюновский трейлер. То есть на первую дюну, когда она выходила. И все пилили. То есть это же не только композиторы. Там пилят целые отделы, целые трейлер-хаусы. У каждого отдела там, например, 4 трейлер-мейкера, которые каждый делает вообще абсолютно разные трейлеры. Там трейлер мог получиться окрашенный в какой-нибудь супер какая-нибудь молодежная херня. Там с песней какой-нибудь старой или еще что-нибудь. В итоге получился трейлер. То есть когда вышел трейлер дюны... Хотя у нас был... Ну, типа, вот у моего кастома был просто гигантский шанс, короче, выйти. Там был тоже крутой старый трек американский. Вот. И большой шанс был выйти, короче, продюсер. И когда вышел, я когда видел... Я уже знал, что, типа, наш трек не попал в кастом. И когда вышел трейлер, а там был Ганс Циммер. Просто основная тема, короче, из дюны. То есть из саундтрека, обработанная для трейлера. Я понял, что, короче, ну просто не было шансов. Изначально вообще нет. Просто максимально не было изначально шансов. Ну да, блин. И такое постоянно. То есть кастомы... Кастомы – это самая боль в трейлерах. Потому что пишут очень много людей, если мы говорим про американские кастомы. Если мы говорим про российские кастомы, то там уже, конечно, конкуренция поменьше. И обычно он, типа, все кастомы... Почти все кастомы, мне кажется, типа 99% кастомов, которые я написал для российских фильмов, они все, типа, проходили. Там и «Последний богатырь», и какой-нибудь там «Волан последний», и «Вратарь галактики». И вот эти все, короче, блокбастеры, скажем. Российские. Я бы они без проблем проходили. Я понял тебя. Ну, назови мне тогда своих топовых композиторов. Кем вдохновляешься? Да я уже не помню, как их зовут. Даже я так давно не смотрел в «Тиммер» вообще. А если говорить или про композиторов... На ком рос, да, на ком вдохновлялся. Кем вдохновлялся, на ком рос. Может такое. Мне очень... Вот когда я писал на джангл, мне очень нравился Иван Торрент. Был такой... Есть, точнее, сейчас такой музыкант. Он пишет не трейлерные темы, он пишет просто, типа, эпичные синематики. Очень красивые. Очень красивая музыка. Потом... Ну, Ганс Циммер, это типа... Обыденно, скажем. Ну, что всем нравится Конц Циммер. Блин, сейчас я даже вспомню. Я просто музыку не слушаю почти. Ну, типа, чтобы вот так вот включить, и мне нравилось. Я слушаю только то, что присылают авторы последние полгода, можно сказать. То есть, постоянный поток музыки. Ну, окей. Давай тогда я тебе... Погоняю, может, по вопросикам еще каким-то. В конце тогда легкий блиц. Вот я тут накидал каких-то вопросов. И ребята, кто-то вот слушает у нас 15 человек. Так, тогда поднимайте ручки. Если какие-то вопросы будут, я попозже тогда, ну, подключим, озвучите. И я думаю, будет интересно, если есть вопросы. Короче, с трейлерами понятно. Разобрали, что рынок устроен американский по-другому. То есть, есть свои фишечки, есть свои прикольчики. Да, касательно написания. Да, я согласен с тобой. Конечно, трейлеры, они пишутся под музыку. Но, несмотря вот, как ты заметил, да, в России действительно бывает такое. Я даже писал трейлерную музыку, помню, но уже по видео. Я удивляюсь всегда тоже, когда общаешься, то есть, да, с продакшн, с командой, да, с продакшн-командой. То есть, ну, говоришь, а есть возможность там, ну, то есть, если мы пишем трейлер, говорю, это нужно же как-то адаптировать, то есть, ну, тайминги, да, акценты, там, ритм и так далее. То есть, и вот начинается вот это даже, ну, на таких этапах очень странно, что люди не понимают, что там, ну, как бы нужно это учитывать, да, если вы делаете рекламу к фильму, да, там, если даже неважно, вы пробуете только заходить там, продать, ну, тогда сделайте хорошо, а не снимите, потом закажите, потом переснимите, перемонтируйте и тысячу раз это все пересобирайте. Ну, короче, да, да, я просто констатирую факт, что через жопу имеет место быть, тоже такое, вот. Ну, это неправильная цепочка, типа, когда ты пишешь под видеоряд, это саундтрек, а когда у тебя есть готовый трек, который можно порезать или который можно, типа, который изначально структурно составлен, так, что легко под него трейлер сделать, это, это, типа, правильная цепочка, чтобы не было в работе каких-либо эксцессов таких. Слушай, у тебя же, ну, ты же какой-то определенный период, наверное, жил там, не знаю, в комфортном сетапе, да, своем, и назови мне какой-нибудь вот свой любимый сетап, и какой сейчас у тебя, ты же по-любому сейчас на короткой ноге, да, если что-то прилетит тебе на миллиард долларов, композиция, там, в сотрудничестве с Циммером, он скажет, достань мне свое Акай или Артурю и помоги написать трек. Ты же достанешь ее, правильно? Какой твой сетап самый такой прям четкий? Слушай, мой сетап уже на протяжении где-то восьми лет, это мои мониторы любимые, Yamaha ECHS-8. Восьмые? Нет, восьмые, потому что на пятых ты не слышишь низ вообще никогда. То есть восьмые, это мне абсолютно комфортно. И если говорить про звуковую карту, то у меня сейчас RME Babyface ProFS, и у меня есть Korg MicroKey, ну, короче, MicroKey, это такая маленькая MIDI-клавиатурка. Все. То есть ты всю жизнь на этом? Весь, да, весь основной мой сетап на моих дисках, ABCD, Е, Ё, Ж, З, короче. Потому что, ну, абсолютно, по крайней мере, я... Все, что мне нужно, я могу сделать на софте. Вот так, ребятки. А если мне нужно что-то сверху, я лучше обращусь к кому-то, чтобы мне сделали. Это к вопросу, что кто там гонится постоянно за супердорогими гаджетами? Не-не-не, потрачивать, потрачивать на синты, короче, на вот эти клавиши нажимать, нет, это, типа, это надо, во-первых, разворачиваться, там что-то, типа, тут стоит что-то, тут ребенок убьется, ну, короче, ну, нахер, вот у меня MicroKey, мышечка, и все нормально. И клавиатуры я меняю, типа, на которых я печатаю, печатаю, потому что они все засоряются, там, всякими печеньками, и, короче, все, вот так. Окей, ну, давай тогда, что, немножечко, я не знаю, у тебя есть еще что рассказать, что про TuneTank? TuneTank, ну, это, блин, бизнес, я не знаю, просто вряд ли у нас есть те, кто сейчас захочет строить бизнес аудиостока, тут и такие ждут, сидят советы. Касательно, ну, как бы стоковые, вот для творческих ребят, ребят, ну, пробовать, заходить, я думаю, стоит в любом случае, это опыт, неважно, да, то есть, какие, смотря, цели вы, опять же, ставите, но, тем не менее, как бы стоки живы, живут, и никуда не денутся, наверное, еще херовую тучу сто лет, вот. А с точки зрения именно вообще дальнейшего развития, вот тут можно, да, подумать, как бы, вот, если есть про TuneTank, что ты можешь рассказать вообще? Ты, какие сейчас планы, цели ставишь? У тебя эта компания, я так понимаю, как, где базируется, позиция, базируется, где-то в России ее открыл? В Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе. Нет, нет, нет. Она в Лос-Анджелесе, да, в Калифорнии и США. Это, ну, ты сразу корректируй меня, если какие-то вопросы, можете, я не неправильно буду задавать, но окей. Что именно ты хочешь знать про TuneTank, как бы, если прям по цифрам, то то у нас там, я не знаю, ну, где-то 300-400 тысяч сессий каждый месяц. Мы пытаемся вырасти органически, скажем так. Про какие-то денежные вопросы я не буду говорить. Да, это и неинтересно, если честно, это уже каждую свою как бы залезать, залезать. Да, если говорить про мои ближайшие планы на TuneTank, то есть это расширение музыкальной библиотеки и расширение органического трафика, там, внедрение новых типов монетизации, работа с бизнес-клиентами, работа с инфлюенсерами, да и так далее, и тому подобное. То есть обычные такие... Ну, короче, я понял. ...бизнес-процессы развивающейся компании, да. Ну, слушай, здорово, да, что у нас вот наши парни могут сделать действительно качественный, достойный продукт, конкурентный. Не, здорово, я действительно тебе респект, да, вообще большой, потому что даже меня посещали такие мысли, да, то есть когда я думаю, блин, ну, ё-моё, наши не делают ничего такого, думаю, блин, надо сделать, я уже там тоже что-то мыслю, потом смотрю... Я... И ты... Да, 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 не, говори. Я считаю вообще, что то только наши и делают, типа, очень круто. Если... Ну, нет, я не хочу прям сильно выделять, короче, СНГ авторов, но, блин, положа руку на сердце, ребята, в СНГ так много талантливых, делающих такой невообразимый вообще продукт людей, что каждый раз, когда я слушаю какого-нибудь нового открытого автора, то он может писать под более-менее, ну, то есть таким менторством, скажем. То есть если у меня спросят какой-нибудь вопрос какой-нибудь автор, и я такой, типа, слушаю его, и я слышу потенциал, я говорю ему, да, вот тут, вот тут надо вот что-то поправить. И так много крутых людей, то есть и мой рост авторов, которые на Тюн-Танке, там невообразимые таланты вообще. То есть вообще ничем не хуже, ничем не хуже топовых библиотек, которые я слушаю. Короче, ребята, небольшая реклама, да, вот от Тиграна, если захотите музыку писать, вот, обращайтесь на его, я же правильно делаю, да, сейчас, обращайтесь на твой Тюн-Танк, на твой сервис, вписывайтесь как авторы и зарабатывайте вместе с Тиграном. Не, на самом деле, что, греха таить, мы даже с тобой как-то не, 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 послушай, взаимодействовали. Я сразу уточню, я сразу уточню, у нас сейчас, у нас сейчас нет набора авторов, как бы, все, тогда пошли в жопу. Не, 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 послушайте, послушайте, тихо, тихо, не надо, не рубить из плеча. Если у вас есть какая-нибудь крутая музыка, и вы думаете, что, типа, да, я могу с ней заработать, я могу заценить Тиграну, как бы заценивать, я, я не против. Вот, я не против взять тех авторов, которые, которые пишут реально крутую музыку, потому что для них вообще всегда место найдется. Кайф, кайф. Слушай, огонь, огонь. Блин, давай тогда, не знаю, что у нас, сколько, я думаю, часик где-то есть. Давай предлагаю пробежаться по вопросикам еще в финальном. Я бы просто хотел с тобой давай, давай. пообщаться, как с человеком, про жизнь немножко узнать вообще. И вот вопросики, может кто-нибудь ручкой поданет, подаст, поднимет, задаст вопрос. Давай, давай. Тогда этим и завершим. Ну, в целом, я бы так вкратце просто хотел пробежаться. Где ты сейчас находишься? Ну, во-первых, я в Алмате сейчас. Сам ты, сам ты из Казахстана надо было срод тоже рассказать всем. Да, я из Петропавловска, из Казахстана, из маленького города. Ну, я не знаю, насколько он маленький, типа 200-300 тысяч это считается маленьким городом. Нормально. Что, тогда давай блиц и вопросики. И я думаю, будем заправляться, потому что... Ну, я чисто вопросов 5-10 накидаю. Так, ну, давай, что, любимый плагин? Фух, так, любимый плагин. Не знаю, эквалайзер, наверное, фактфильтр. Ну, ты как вообще, задрот или нет в этой теме? Ты задрот по библиотекам контактски? Нет, что значит задрот? Я задрот ровно настолько, чтобы получился крутой материал. уже хорошо. про плагин обработки, если говорить про плагин обработки, это, конечно же, прокушка, а если говорить про вестишку, которая звук издает, то это контакт, ну, это без без вариантов, я не понял. Все на контакте, то есть все библиотеки на ромплее, так что... Ну, да, без вариантов. Конечно, у тебя по-любому контакт, да, конечно, просто интересно, интересно вообще-то, с точки зрения продажа. Если говорить про вот... Да, если говорить про самые последние плагины, ну-ка, сейчас я фл-ку открою, я просто забыл уже. Не пропал звук? Все нормально? Не, нормально. Да, вот, короче, если говорить про гульфос, мне очень нравится про обработку, это капец, ну, типа, то, что я нашел гульфос, то, что я нашел суть. Гульфос, не знаешь, что такое гульфос? Это, типа, это тоже эквалайзер, который красит тебе звук автоматически. Я, может, визуальный. Я делаю там, да, вот гульфос, ну, типа, я ставлю там настройки, которые я просто для себя на мастер ставлю настройки, и он преображает, то есть он чуть-чуть преображает звук, но он такой бархатный вообще становится, типа, как я без него жил раньше, не могу понять. Ну, вот, уже. Потом суч, да, 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 суч второй. Суф, наверное, да, который? Который тоже очень много, а? Суч или сув? Ну, я не знаю, я его сучем, зовут, как бы, S-O-O-T-H-E-2. да, да, вот этот красивый. Но он, да, он сейчас, я смотрю, выстрелил. Без него тоже, без него тоже ни один мастер у меня не обходится. И мой, конечно же, ненаглядный изотопа зон 5. Ого. Ты олдскул, мэн. Да. Прикольно. Еще вот этот бежевый. Там есть настроенный, да, есть настроенный пресет, просто который, типа, без которого я не могу начать вообще работать. Блин, да мужик, я тебя так понимаю, на самом деле, я вот тоже, когда набор этот весь там формировал у себя сетапа именно DAW-овского, там, плагина туда-сюда, сначала тоже и качал такой, думаю, блин, хочу это, хочу это, красивенько, это, красивенько. Сейчас я понимаю, что вот как ты сказал, да, компрессор, эквалайзер, там, все, и пост обработка это пространство. Достаточно, не нужно чего мудрить. Я даже SUV все не могу, блин, как-то, ну, поставить, попробовать, хотя вот много там его уже прям рекламируют везде, думаю, много я теряю, ну, типа, если говорить про вот волшебный плагин, типа, волшебный, ты ни хера не понимаешь, что он делает, но он делает это, ну, это как сезоном раньше, да, 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 ну, то есть, это вообще, как, как чат G5 открыть для себя, ну, окей, ну, ладно, так, Людовик или Бетховен? Людовик, блин, Людовик и на Узи, или Бетховен? Ну, а так кто? Пожди, еще раз, первая, кто был? Людовик и на Узи, или Бетховен? Ну, и на Узи этот, и один плюс один, вот, после, композитор, который недавно сейчас гремит, не слышал его? Нет, наверное, поэтому, ну, Бетховен, скорее всего, я первого не слышал, чего. Окей, поезд, самолет? Да. Самолет. Доллары, евро? Доллары. Насколько процентов важен саунд дизайн в проекте? Ну, смотря какой проект, то есть, есть проекты, которые полностью состоят из саунд дизайна. Тогда 100. Интершумах каких-нибудь, да, 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 абсолютно важен. А если в трейлере? Да, на таком же, на таком же уровне, как и музыка в проекте. Ну, согласен, молодец, правильно, согласен, хороший ответ. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, окей, а лучше тогда библиотеки для тебя, на твой взгляд? Библиотеки ВКонтакте? Сейчас, подожди, дай, дай, дай. А то я забыл уже, как они называются. Так, ну, лучше и для чего? Просто есть, есть так до хера для всяких, типа, есть лучшие для синематиков в плане оркестров. Любимая, значит, любимая. Любимая. Есть какая-нибудь такая, которую ты открываешь? Мое любимое. Слушай, ну, мое любимое, все, что от Sign Samples, вот, типа, Sign Brass, вот эти вот старые, короче, библиотеки, которые звучат абсолютно по-голливудски до сих пор. Потом, любимое мое, мне нравятся Гансиммеровские, барабаны, я раньше считал их вообще, типа, какими-то дохлыми, короче, переоцененными барабанами, потом, когда больше начинаешь заниматься вообще синематиком, понимаешь, насколько они крутые. Блин, ну, это такое, да, вот эти моменты, конечно, классно было посмотреть, послушать, пообсуждать. Давай, может быть, мы сейчас, Тигран, с тобой на будущее, когда у тебя есть возможность, договоримся сделать с тобой лайф с проектом. Ты покажешь что-то, я покажу что-то, также поугараем, час поболтаем и покажем ребятам. Ну, это если бы... Я не против, я абсолютно не против, просто, ну, ты знаешь, что... я тебе все эти, я... Я по загрузке сам тебя понимаю прекрасно, я вот сейчас с тобой общаюсь, а у меня 4 проекта висят, короткометражки, я вот... Ну, круто, поздравляю, у вас есть, не вижу. Я грубо, есть еще повесить. Я, в принципе, с удовольствием лучше вот так вот пообщаюсь, чем буду тут в поте лица. Давай, давай, конечно, давай. Вот, поэтому, ну, это потом, да, это я так. Короче, с библами, окей, тогда давай, любимый фильм, любимая игра, и погнали вопрос от ребят, вот, и, ну, и там твои какие-то слова, если захочешь ребятам что-то дополнительно дать совет. Блин, любимый, любимый фильм, но этот, это такие вообще каверзные вопросы, конечно, в эпоху, когда так дохера контента, спрашивать про что-то любимое, а у меня есть, может быть, в разные... А да, у тебя какой-либо фильм? Ну, во-первых, этот, «Интерстеллар», мне очень нравится, и нравится этот «Выживший», и сейчас еще вспомню, блин, забыл любимый фильм, а, «В диких условиях», вот, такое, душевное. Это три любимых, какой из них любимый? «В диких условиях», тогда окей. в диких условиях, любишь, когда все умирают, да? Не, не, ну, блин, а ты знаешь, этот фильм, да? Ну, да, но он мне просто близок, знаешь, я знаю, нет, я очень, я очень люблю кино смотреть, я, я очень любил аниме смотреть раньше, я и сейчас бы с удовольствием смотрел, но типа дети не дадут мне посмотреть, кстати, кстати, кто у тебя, сколько лет? Ой, у меня девочка 9 лет, и мальчик сейчас почти полтора года. Ого, у тебя уже, блин, прям нормальный набор, у меня пока только... я обложился со всеми, да. Так, ну что, давай там кто-то вот уже уходит, вопросики, у кого есть вопросы, вот, допустим, Макс, задашь голосом, или так, я тебя подключил, Макс, если что. Может, Макс без голоса? Может, вот есть Влад. А они молчат, они хотят, наверное, может быть, текстом задать, вроде вкачал воно. О, привет, привет, Владислав. Налё, здорово. Так, у меня два вопроса будет, а первый, просто такой, по-быстрому, сколько интересно, занимают все твои библиотеки и проекты, у тебя на, несколько дисков есть. У меня 6 дисков на, каждый по терабайту, и один диск на 3 терабайта, получается 9 терабайт. И все забитое. Все забитое, надо новые. У меня, у меня пока 5 терабайтов, вот 6 стоит, ждет, но он для винды раньше был, для проектов игровых. и сейчас... У меня сейчас на терабайтике, на науте, и он уже почти забит полностью, я такой, что делать? Закупаться сразу и подкупывая. И этот, и виртуальный диск, самая тема, сливать сразу туда все, что не будет. Это все потому, что вы воруете, это все потому, что вы все воруете. Если бы у вас, если бы, все качали легально, было бы поменьше. Ну да, о чем воруете? Ты же говоришь про что? Вот проекты у тебя же тоже, наверное, сохраняются? Ты же их не удаляешь? я не скажу. Я не передавай никол. Так, окей, второй вопрос какой-то. Сейчас я вот в Астану перебрался, и вот как ты думаешь, вот здесь студии игр и так далее, в каком состоянии? Стоит ли здесь стучаться и ходить по офисам, типа говорить, ей привет, я могу тут к вам устроиться работать? Или как тут это происходит? Слушай, но я тебе скажу так, что... Я сам дизайнер. Я не знаю, я не знаю, как устроен казахстанский рынок игр какого-либо уровня, то есть от каких-нибудь маленьких игр до больших проектов, но я бы стучался, ну, типа, я бы стучался вообще во все двери, если тебе так интересно. И если ты видишь себя именно в саунд-дизайне для игр или там для... Или в написании музыки для игр, я бы не ограничивался, во-первых, Казахстаном, зачем тебе? Или тебе просто нужна какая-нибудь офисная работа, чтобы как штатного композитора? Но я бы на твоем месте не ограничивался вообще никакой работой. Чтобы мы здесь поработали. Да, я бы писал вообще во все студии, которые способны и на дистанционке, и смотрел уже по факту. Все правильно. На самом деле нет. Хорошо, спасибо большое. Казахстанский рынок очень тоже насыщенный по гейм-деву. Я дополню просто. И даже я умудрился, когда уезжал с Алматы как раз, я продавал все то, что там, там приобрел ту же гитару, и мой ученик, бывший, приехал случайно, как оказалось, выкупил у меня гитару. Ну, я объявление кинул на этом, ой, лекси. Он типа приходит, нифига себе, Антоха говорит, привет, я у тебя учился. Я говорю, ну, круто. Так вот, он тоже перебрался с России, как раз в Алмату и устроился в студию, в игровую, хотя он даже был без опыта в игровой индустрии, то есть он именно отучился у меня. А, ты же тоже, по-моему, у меня учишься, Владислав, да? Или учился? Нет, я не учился, нет, я хотел учиться, но вот произошел переезд. Аватарка, просто знакомая, мне показалось. Вот, и... Да, это часто у нас стримах и так далее. А, следовательно, да, то есть человек сделал какие-то действия, предпринял, да, то есть пописал, вот как Тигран посоветовал, все, в студию попал. Так, у Макса да еще вопрос был, как бы? Всем привет. Тигран, скажи, пожалуйста, вот в силу твоего опыта и каких-то многих лет работы со звуком, с музыкой, с композиторством, на твой взгляд, вот лично на сегодняшний день, твое мнение, что самое важное в начале карьеры саунд-дизайна или композиторства? Я бы сказал, что самое важное это определиться вообще с путь, ну, определить свой путь, то есть что ты именно хочешь сделать? Типа, каким музыкантом ты хочешь стать? Если мы говорим прям про супер, про супер начало, когда ты типа сел и ты ничего не умеешь, ты ничего не знаешь, то тут нету такого, что тебе нужно определить какой-то путь, тебе просто надо как можно больше информации впитывать, как можно больше пытаться повторить крутых каких-нибудь проектов. То есть... в основном это оплатить внимание на какие-то работы крутых композиторов или саунд-дизайнеров в этом плане, да? Да, безусловно. Нет, когда ты только начинаешь, ты должен, ну, типа, ты должен дойти до того уровня, что когда вот включат две композиции, то есть референс, который тебе нравится и твою, чтобы тебе самому не было стыдно, короче, за свою композицию, чтобы ты, ну, чтобы ты сказал для себя даже, типа, да, я приблизился более-менее к такому уровню, и вот когда ты приблизишься уже к такому уровню, тут надо выбирать свой путь, то есть ты такой, ага, я пишу там танцевальную музыку, мне надо двигаться по танцевальной музыке, анализировать рынок, анализировать лейблы, там, анализировать то, пятое, десятое, как пробраться в компиляции, как пробраться в плейлисты, там, или еще как-нибудь поиграть на вечеринках, завести новые знакомства, но это когда у тебя уже есть стержень, то есть когда у тебя уже, когда ты в любой ситуации можешь рассказать, типа, я вот делаю такой продукт, уверенность, когда появляется в себе, да, когда ты будешь жить своим уже прям делом, когда ты уже будешь чувствовать, что любому можешь ответить, и любой проект. И это самое важное, типа, вот в этот момент сказать, что типа, я буду двигаться вот по этой вот теме, и двигаться по ней, писать много музыки, ну, одного плана, скажем так. Ну, то есть самое важное найти, ну, то есть, сейчас сформулирую, да. Самое важное понять для себя, понять для себя, что типа, я хочу вот этим заниматься, и я буду этим заниматься, потому что, ну, всегда, всегда будут такие варианты, что типа, вот это у меня не получается, попробуй заняться еще чем-нибудь. Типа, ты не доходишь до следующего какого-то этапа, бросаешь, пытаешься что-то другое сделать, и в итоге, типа, получается. Да, любое. Окей, и сразу, исходя из этого, спасибо, отлично, понял, записал. А второй вопрос тут же сразу следом, скажи, пожалуйста, у тебя же были моменты какого-то отчаяния или депрессии, ну, вот творчества, когда, все встречаются с этим, когда ты доходишь до какого-то тупика, тебе кажется, ну, все, не знаю, надоело, устал, или еще что-то. Вот такие моменты, если у тебя были, как ты с ними борешься или боролся? Слушай, да, у меня были все типы таких моментов, ну, типа, у меня даже сейчас такие моменты, это называется синдром самозванца, когда каждый раз, когда ты, даже когда ты уже, ну, достиг какого-то успеха, каждый раз, когда ты берешься за какой-то проект, ты думаешь, блин, как я написал все остальные эти проекты, типа, я сейчас ничего не умею, я бездарно, типа, что, почему у меня ничего не получается, и да, на самом деле, это все, ну, это само проходит с, ровно в тот момент, когда у тебя начинает получаться, то есть, ты, у тебя это никогда не пройдет, пока ты не станешь что-либо делать, то есть, ты можешь сидеть и думать, блин, я бездарный, у меня нихера не получится, зачем что-то вообще делать, зачем это все продолжать, и абсолютно все проходит, когда ты слышишь какой-то результат, который ты сделал, то есть, а этого не произойдет, если ты просто не сядешь и не будешь делать, хотя бы пытаться это сделать. Ну, через, преодолевая какие-то трудные... Превозмогая, да, все, Вархаммер, поехали, за императором. Все правильно действовать нужно. спасибо. Подлежащий камень, вода не течет. Макс. Ну, что могу сказать, давай тогда, Тигран, завершать наш, наш с вами, наш с тобой диалог, и я бы, ну, в принципе, ты какие-то советы уже дал, я бы подзавершил его как-то, подытожил, да, под... поставил какую-нибудь точку, point, да, checkpoint, может быть, что-то ты скажешь ребяткам, какую-нибудь, ну, мотивационный пинок, в принципе, ты уже дал, ты сказал все. Да, слушайте, допробуйте, мы вообще живем в такое время, что попробовать что-либо сделать, так много инструментов есть, типа, я не хочу дедом казаться каким-то, но в мое время, типа, когда я начинал, ну, вообще ни хера не было, ну, ну, сэмплы на дисках продавались какими-то барыгами, короче, ну, типа, а сейчас, ну, сейчас ты заходишь, и, типа, чуть ли не две кнопки ты нажимаешь, и у тебя уже все звучит, то есть, я бы сказал так, сейчас процесс обучения чему-либо, он настолько игровой, ну, в смысле, что тебя так прет от всего, от того, что ты получаешь какие-то новые знания, новые инструменты, и оно такое все прикольное, цветное, еб, понимаешь, такой думаешь, ни хера, какой дизайн, кнопку нажал, бля, там из колонок тебя снесло уже, миллион всяких звуков, все, блин, по подписке, все на торрентах, все, короче, просто, типа, бери, обмазывайся, учись, делай, сейчас, типа, за, за, за полтора года можно, наверное, научиться более-менее что-то делать, и, и еще за полтора года научиться структурно вообще мыслить правильно, и ты, и ты станешь крутым профессионалом, то есть, и плюс, и плюс монетизации своего творчества, сейчас, вот, я только хотел сказать, чтобы ты подчеркнул, что бабки есть в звуковой индустрии, чтобы не думали, что мы тут только, как раньше, да, конечно, в большей степени было, что мы чисто за идею свои там треки писали, на концертах выступали, сейчас есть больше возможностей, хоть, конечно, не сказать, что легче там стало, все равносильно, просто мир меняется, ни в коем случае, да, и помимо того, что, типа, учитесь делать вот всякие крутые вещи, еще пытайтесь найти информацию про индустрию, типа, обучайте себя юридической грамоте, как устроена индустрия, как вы зарабатываете деньги, там, кто зарабатывает с вас еще деньги, как эти все контракты делаются, куда залезть, куда не стоит лезть, то есть, становитесь юридически подкованными, информационно подкованными, не сидите, не сидите, не вытрачивайте просто звук, не кайфуйте, блин, не наяривайте на свои треки, потратьте определенный кусок своей жизни на то, чтобы просто получить информацию про индустрию. Согласен, согласен, да, постоянно в инфопотоке нужно быть и в практике, если действительно ты хочешь добиться каких-то результатов. Ну, здорово, Тигран, круто, что ты пришел ко мне на вот эту онлайн-встречу, скажем так, вот, поделился своей историей и опытом, блин, очень круто, и я рад, что ты согласился, я рад, что меня тоже, вот как раз пригласил, да, только все зарождается, получается, я точно так же сейчас испытываю и как и взлеты, так и падения, и какие-то новые идеи постоянно, связи, контакты, новые люди, и вот это все, конечно, дает и мотивацию, и стимул двигаться дальше, потому что улыбки, эмоции, которые мы получаем, которые мы дарим, вот это главный, скажем, наш такой мотивационный стержень, вот, поэтому, я надеюсь, что этот подкаст, это видео, не знаю, где вы смотрите, было для вас полезным, интересным, и я уверен, что мы еще встретимся в следующих с вами встречах, вот, встретимся в следующих встречах, масло масляное, короче, до скорых встреч, с вами были я, Антон Бустер, и Тигран Папазян, пока-пока, все, всех целую, ребят, да,